Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games и это очередной выпуск новостей касаемо игры The Isle of Rima. Перед началом, как обычно, хочется поблагодарить всех наших донатеров и спонсоров за вашу финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! Еще огромную благодарность за информацию Сильвестру Любовске. Ну что же, поехали. Дождались обновления 6.5. Ура, наконец-то! Скажу так, что 80% Эврима игроков оптимизацию почувствовали, даже на некоторых старых системниках. Она притянула за уши фпс. Конечно, некоторые баги остались, но много чего пришлось исправлять вслед за разработчиками. Решение куча ошибок, но более-менее вопросы решаются. И я надеюсь, что фикс-патчи будут выпущены. Не знаю, как по мне, чисто мое мнение обнова себя оправдала. Прежде чем мы забежим далее, 50% смотрят без подписки. Ребят, обязательно прямо сейчас подпишись на канал, нажми колокольчик и проставь лайк. Спасибо! А теперь внимание! Информация о том, что при релизе седьмого обновления Эврима станет обычной веткой Ислы. И вся информация в Стиме о ней будет обновлена. То есть, когда игрок купит The Isle в Стиме, то он сразу установит Эвриму, а не Легаси. То есть, Легаси не будет удалена. Вот эта инфа. Вы сможете также менять ее в свойствах игры. Эврима станет приоритетной. Разрабы поделились также информацией об играбельных существах. Рекс и Трайк. Гипотезы о Эврима можно слагать веками. Разработчики говорят, а мы анализируем и строим факты. Возможно, это опять-таки просто слухи от разработчиков, что хотят нас запутать или дать надежду, а потом все переделают на свой лад. Но кто не любит мечтать, а мы с вами очень любим это делать. Короче. Возможно, эти два играбельных существа прибудут в обновлении 7.5. А после них будут выпущены целых аж 28 игровых видов. Включая магирозавра, акрокантозавра, анкила и алазавра с мегаламией. То есть, на конвейер будет положен чисто выпуск динозавров. Если, конечно, вдруг опять не появится у Донди куча идей, которые он хочет воплотить, и нам придется ждать еще пару лет. Также. Титана Боа. Не будет в игре. Даже в качестве бота. Ибо. Эксперименты разработчиков по внедрению этого существа в экосистему игры не оправдались. Как они говорят. Вообще, я помню такую тему, что на конвейер будет запущен Т-Рекс. Че-то тут опять не сходится. Ладно, едем дальше. Закончены анимации и эффекты лазания по деревьям и скалам Герреры. И команда Кьюалити Асараундс уже ей занимается. Посмотрите, как нежится себе спокойно Геррера на ветках деревьев. Будущая анимация. Не правда ли круто? Что касается водных существ. То они есть в планах. Будут вводиться специальные карты, где размер воды, точнее, океанического биома в процентном соответствии с сушей, будет достаточно большим. Что позволит водным существам процветать во всем их многообразии. Вернусь чуть назад. По поводу обновления 7. На старой дорожной карте мы видим систему перков. Всего будет 60 вариаций перков. Большая часть из них будет на стадии Старейшины. Ибо это самая труднодостижимая стадия роста. В общем, давайте так. Об этом я расскажу вам подробнее все в будущих новостях Эврима. Хотя частичку этого мы затрагивали где-то уже давно-давно. Плейлист новостей Эврима и можешь поискать, если интересно. А тебе должно быть интересно. Но система перков. Перки не будут касаться боевки. Больше на геймплей. Появление новых способностей у динозавров. Таких как вертикальный бросок дейнозуха, который у Брайана Филлипса находится в планах и он скоро к нему вроде бы приступит. Вообще много уникальных и интересных возможностей припасено для этого Голиафа, о которых мы узнаем позже. Рытье нор. Я о них давно рассказывал. Норы будут варьироваться в зависимости от размера существа следственно и метод их рытья. Будут несколько вариаций, так сказать, комнат. И, как подметил разраб, что система будет напоминать Бермуду, только лучше. Также было упомянуто о специальных убежищах для джувиков, которые будут служить защитой от спаункиллеров. Еще в будущем. Планируются официальные сервера на 200 игроков, но проблема пока так и осталась отчасти в оптимизации и лагах. И вообще, как я помню, что они обещали серваки на 125 человек и даже 150, но вновь что-то пошло не так. Короче, скажу так, вердикт. Концовка. Кто досмотрел, тот молодец. Конец месяца близок. Ждем девлога. Ждем обновления дорожной карты. Где, как сказал PunchPocket, мы увидим наиболее открытую карту производства игры. И что уж там будет одному Донде известно, не знаю. Но я точно знаю, что Эврима не заканчивает свой долгий путь. И мы будем следить за ее развитием. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok